Всем привет! Сегодня 11 апреля, Московская область. Я хочу сделать небольшой обзор рассады перед тем, как вынести ее в теплицу. Выносить буду завтра, потому что в эту ночь еще передают минус один, а завтрашнего дня уже плюс один ночью. Поэтому она еще день постоит, ночь, а завтра все переедет, конечно же, под докуровной. Эти томаты я высевала в несколько дней, это 9-10 марта. Потому что весна в этом году нас начала радовать очень рано. И поэтому я, честно говоря, в этом году хотела попозже, числа 15-го, начинать сеять. Но повелась, так сказать, на тепло и посеяла 9-10, как в прошлом году, собственно говоря. Хотя надо было, конечно, на 1-5 позже сеять, и было бы все хорошо. Так, вчера ночью я всю эту рассаду сняла с подоконника. И подсыпала земли. Пакеты рассадные я показывала, уже обязательно подворачиваю с таким моментом, чтобы можно было подсыпать. Развернула, подсыпала. Очень хорошо вчера в ночь пролила, чтобы мне рассаду уже завтра вынести, пролитую и подсыпанную. Тем более, вот эта подсыпка, она немножко тормозит рост растений. Растения начинают, где была подсыпка, наращивать корневую систему новую. И этим она тормозит свой рост. Потому что рассада довольно-таки уже большая. Конечно, она еще не цветет, слава богу. Потому что цветущую рассаду высаживать, это, конечно, плохо. Высаживать буду в конце апреля, там, 29-го числа, ну, 30-го апреля, может быть, 1-го мая. Все буду смотреть по погоде. В прошлом году по записям я высаживала 27-го апреля. Томаты выглядят довольно-таки неплохо, с учетом, что это все-таки все высокорослые сорта. 30-го марта или 1-го апреля еще досеяла один новый сорт. И досеяла еще пару кустиков. Это сорта, которые плоховато у меня взошли изначально. Также 3 перчика. Это один сорт. Это зрительница канала прислала с Германии. И, конечно, не обошлось без потерь. Обломался один томатик. Я его вчера поздно вечером поставила в воду. Я развела там гумат калия. И, смотрите, за ночь он дал корни, корешки. Стоит еще пару дней, и я просто его посажу в землю. Вот как раз рассадный пакет от него остался. Вот так выглядит рассада томатов. В принципе, меня все устраивает. Состояние рассады. Я думаю, к концу апреля все это я буду высаживать в теплицу. Обязательно перед тем, как высадить в теплицу, я рассаду закаливаю. Вот с завтрашнего дня она у меня вся переедет в теплицу. Под укрывной. Днем я буду накрывать 17-м укрывным. Номер 17. Это не для защиты от холода. Это просто, чтобы защита была от солнца. Потому что попадет весеннее солнце на эти нежные листики. Все помидоры будут белые. Потому что будут ожоги. А уже вечером буду накрывать более плотным. Просто сверху 17-го накидывать укрывной. Вот и все. И так буду играться до самой высадки. Сейчас утром сходила, посмотрела, сколько градусов в теплице. Плюс 21. Это при наличии, что на улице, плюс 5. И сильный какой-то северный ледяной ветер. На этом подоконнике перцы. Все у меня растет на подоконниках без подсветки, кроме петуни. Значит, перцы в отличном состоянии. Мне переросшие то, что нужно. Смотрите, что я утром обнаружила на рассаде. Это божья коровка. Как она сюда попала, непонятно. Я их тоже буду выносить завтра в теплицу под укровной. Я их не подцепала. Вот как подворачивала край рассадного пакета, так и остался. Потому что перчики не вытянулись. Как я их посадила, вот они, семидольки, так они умнее растут. Маленькие перчинки. Это острый перец, который для горшка, для кашпо. Я буду высаживать. Смотрите. Божья коровка. В этом году я божью коровку еще не видела. Проснулась. Здесь баклажаны. Эти баклажаны тоже буду выносить обязательно для закаливания. Вот такие они хорошенькие. Это будут расти в открытом грунте, в мягких контейнерах. Отличная рассада. Конечно, всю рассаду нужно закаливать, чтобы она побыла в теплице не менее двух недель. Потому что листики такие нежные. Бузь на аж выносить, чтобы они не обгорели на солнце. Прям нежнятина такая у баклажан в особенности. Но все нужно обязательно накрывать. Вот такие перчики у меня. Здесь рассада огурцов. Я ее уже показывала. Это для раннего потребления огурчики. Уже по одному настоящему листику. Зачаток третьего. Огурчики я подсвечиваю. Потому что огурцы очень и очень вытягиваются. Просто моментально. Чуть не хватает света. Все. Они уже на тонкой ножке будут стоять. А сейчас они в принципе в хорошем состоянии. Потому что подсвечиваю. Насчет подкормок. Что я делаю. Особо у меня секретов никаких нет. Я обязательно поливаю. В полив добавляю сейчас биогумус. Вот буквально дня 4 назад я подкормила биогумусом. Жидким. Плюс обязательно я рыхлю. После каждого полива. Это и томаты, и перцы. Вообще всю рассаду. И практически каждый день, ну или через день, я обрабатываю из распылителя по листу. Разбавляю HB101 одну капельку на пол-литра. Все. Вот у меня весь уход за рассадой. На другом подоконнике у меня цветочная рассада. Это я недавно ее буквально показывала. Здесь у меня питунья лобелия. И о, какое чудо. Я вчера приехала с города. Смотрите, что я здесь обнаружила. Ну не красота. Смотрите, какая красотища-то. Расцвел цветочек. Я специально дала этому бутону, чтобы он зацвел. Очень мне хотелось посмотреть, какой же будет цвет у горшка. Это ультра-плюм. Очень красивый сам кустик и цветок. А запах просто великолепный. Очень ароматный цветок. Не вся питунья пахнет. Или настолько тонкий запах, еле уловимый. Но этот сорт просто невероятный. Пахнет. Довольно-таки крупный сам цветок. Посмотрите. И цвет такой замечательный. Так, это моя вся питунька. Особо я ее... Я рассказывала, я особо ее не формирую. Убираю сейчас только бутоны. Вот так она выглядит. Вот как я уже сказала, рассаду питуньи я подсвечиваю. Потому что вытягивается моментально, как и, собственно говоря, огурцы. Чуть света нету, а у нас сейчас очень мало света. Тот дождь у нас идет. Вчера целый день шел. Снег срывался. И прям подоконники темные. Смотрите. Как питунья хороша. Убираю только бутоны. И некоторые кусты прищипывала. Сами вот эти побеги. Ну, за исключением. Вот два-три штуки. Это опера суприм. Ну, отличная же рассада, правда? Выращена без минеральных удобрений на биогумусе. У меня есть червесторатели. Вот они работают для того, чтобы была такая великолепная рассада. Но каждый куст я не буду показывать. Потому что я недавно снимала видео. Есть кустики небольшие. Но это потому, что они позже посеяны. Это Мамми Уайт. Сеяла 23 марта. Нет. 23 февраля я ее сеяла. Между прочим, вот Мамми Уайт. Как-то вот белая эта питунья каскадная. Она вот почему-то долго растет. У меня есть Мамми Перу, по-моему, называется. Вот она довольно-таки крупная. Так, здесь у меня поле просто это лобелия. Замечательная моя. Это кустовая. Я стригла лобелию уже два раза. Буквально второй раз я постригла ее дня три назад. Все. Больше стрижки у меня не будет. Пускай отрастает. Потому что уже в конце вот этой следующей недели, которая будет на выходных, я питунью буду уже высаживать в кашпо. Ну и, соответственно, лобелию тоже. Потому что, ну, смысла ее держать нет. Потому что я посмотрела, сейчас покажу. Корни. Корни уже вот они. Держать ее дальше нет смысла. А пересаживать ее в какие-то там литровые горшки, рассадные горшочки, я уже не буду. Ну, смысла вообще нет. Она у меня будет расти в вазу непрекрасно. Ой, здесь лук. Лук мой лук. Это эксибишн. Это сторон, по-моему, называется. Высевала семенами, рассадой. В общем, была моя ошибка. Я выносила эту две ложки уже на улицу, так сказать, погулять. И что? В один из дней у нас, как я говорила, еще холодновато. Особенно ночью заморозки. Были и по минус 8 и так далее. И осталась рассада, как не на ночь она осталась, но осталась до очень позднего вечера. И застыли корни. У маленькой рассады лука, если она еще не окрепшая, и корень подмораживается, все. Лук уже никак не спасти. И у меня подморозились не только вершки, но и корешки. Если вершки подмороженные, хоть как-то что-то можно спасти, я их просто все практически срезала под ноль. Но если поврежден сам корень, уже ничего не сделаешь. А корень был поврежден, он был подморожен. Ну и все. Верх я срезала почти под ноль. А корешки в любом случае не подмерзшие. Это он теперь, вот видите, они мерзлые. Я их просто вытаскиваю и все. Это не черная ножка, ничего. Просто вот все. Корень подмерз, он никакой. Я решила так, что я ему еще дам две недельки. Если он не пойдет, не тронется в рост, то я ничего не буду делать, просто эту рассаду уберу. Потому что из хилы какой-то непонятной рассады толку не будет. Урожая хорошего не будет. Так что сок у меня в этом году получилось как-то так. Вот видите, я его просто вытаскиваю, он весь подмерз. Так, ну не будем расстраиваться. Дальше что у меня? Это камнеломка. Тоже моя камнеломка. Так она вот еле-еле, но она растет. Маленькая такая, крошечная. Вот я ее буду, наверное, на следующей неделе. Хочу рассадить из этой общей плошки по 2-3 штучки в рассадные стаканчики, чтобы, может быть, она тогда быстрее пойдет после пересаживания. Посмотрим. Это я хотела показать. Это томаты, так сказать, у меня пробные. Я их выносила 2 дня уже держу. Это сегодня занесла, чтобы полить. 2 дня держу в теплице под укрымным. И смотрите, в каком они хорошем состоянии. Не подмерзшие, ничего. Отлично. То есть уже пробные томаты. 2 ночи ночуют в теплице. И отлично. Но я буду выносить основную рассаду все-таки завтра. Не буду рисковать. Смотрите-ка, хорошо. Не подмороженные. Они такие крепенькие стали. В отличном состоянии. Вышла показать еще в теплице. У меня часть рассада уже здесь. У меня, наверное, 3 точно. Это 17-й укровной, о котором я говорила на день. Буду закрывать. Это рассада корневого сельдерея. Смотрите, как она замечательно выглядит. Сельдерей прохладу не боится. Отлично. Сеяла 7 февраля. Хорошая рассада прям. У меня, в принципе, рассада сельдерея всегда хорошо получается. Так. Пролила, конечно. Рыхлю. Сегодня нужно будет порыхлить. И пролила его еще биогумусом жидким. Ну, в принципе, у меня уход за рассадой весь одинаковый. Здесь лаванда белая. Тоже нужно мне ее сегодня полить. В принципе, вот смотрите, как она неплохо выглядит. Тоже находится уже дня 4 вот в теплице. Там у меня хосты высаженные, я показывала. И в больших горшках это пеларгония. Я ее тоже вынесла в теплицу. Вот в тот день, когда посадила, и вынесла ее. Отлично. У меня, я вижу, что хосты все живые. Смотрите, какой росточек там даже пошел. Сейчас зайду еще в другую теплицу, покажу, что у меня там творится. В этой я посмотрела. У меня маленькая тепличка, где будут расти огурцы и перцы 21 градус. Это теплица большая, стеклянная, где будут выращивать томаты. Ну, уже до кучи покажу. Это редис. Как он хорошо пошел. Смотрите, уже образуют корнеплоды. Я думаю, что в конце апреля у нас уже на столе будет редиска. Это гибриды. Отлично. Мне так нравится. Взошла великолепность. Смотрите, наверное, 100% схожесть. Петрушка. Это суворовский лук. Как хорошо зашел шпинат. Тоже отлично. Сверху вот эти опилочки я присыпала. Не так давно, потому что земля пересыхает. И открытая земля, потому что растения-то еще маленькие, не закрыли ее. И чтобы она не пересыхала, я подкинула сюда эта окунская подстилка. Просто, знаете, методом присаливания. Чтобы земля была закрыта. Салат великолепно взошел. Это средне-поздняя капуста. Замечательно взошла. Шпинат. Это ранняя капуста всходит. Отлично. Брополи взошло хорошо. Плохо взошла. Цветная капуста. Я сегодня буду еще досевать ее. Потому что схожесть отвратительная. Это сорт майорка. Цветная капуста. Очень плохо. Я прям недовольна. Это тоже вынесла. Очень давно уже вынесла. Наверное, больше недели в теплице у меня стоит овсяница. Тоже смотрите, как она замечательно разрастается. Сегодня мне нужно ее полить. Какие хорошие уже кустики. Такие прям. Ну, отлично. Цвет такой голубой-сизый. О, листвы этой. Красивая. Вдоль всей грядки я высевала лук на перо. Но он еще не всходит почему-то. Не знаю. То ли семена плохие, то ли он так долго у меня будет сходить. В любом случае, я сейчас купила луковички маленькие. Посажу еще прям луковками, чтобы побыстрее все это. Горошек еще не взошел. Я думаю, что, наверное, все-таки я его рановато посадила. Земля очень холодная. Вот его, наверное, сейчас нужно сажать, а не когда там его недели-две назад посадила. Это прикопала я здесь розочку. Мне на 8 марта дарили. Карликова такая маленькая розочка. Не знаю. Я вижу, что живая. Вот пошли такие молоденькие отросточки. Я думаю, что она выживет. Я ее потом отсюда, конечно, уберу. Посажу в свой будущий цветник. Здесь у меня рукола взошла. Укроп еще не взошел. Здесь у меня немножко. В общем, как-то вот так. В теплице большое тоже тепло. Здесь у меня термометра нет. Нужно будет повесить. Но здесь не меньше 20 тоже. А когда я буду выносить рассаду, сюда вынесу все томаты. Сниму этот черный укровной материал и расставлю полностью на всю эту грядку все томаты, чтобы расстояние было прям большое, чтобы не всем хватало света. Забью здесь колышки. Я в прошлом году так, по-моему, тоже делала. Здесь колышек, здесь высокий такой. И здесь будут томаты. И я укровной буду набрасывать на эти колышки. И таким образом укрывать рассаду. Потом сюда еще пару колышек. И в конце грядки тоже колышки. И укровной хорошо ложится. Это как, знаете, вместо дуг. Потому что дуги у меня все заняты. У меня все накрыто. Вся клубника, ежевика, все накрыто. Я еще ее вот как накрыла, может, ну, когда, недели-две назад, ничего не раскрываю. Потому что у нас были вообще такие морозы. Минус 8, минус 6 ночью. Ужасные. Холодно, ужасно. И вот до сих пор она у меня даже сейчас вот минус 1 ночью. Я ее не раскрываю. Ни клубнику, ни ежевику. Все накрыто у меня. А здесь все замечательно. Мне нужно сейчас уже... Сегодня нет, сегодня нет. Наверное, завтра опять буду сеять шпинат. Это второй оборот. Нужно посеять. И редиску нужно еще посеять. Обязательно. Потому что это уже все. Скоро вот-вот она будет на столе. И надо, чтобы еще была. В принципе, у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Не болейте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok